МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приветствую всех зрителей нашего телеканала. Телеканал Тагил ТВ. Это программа «Факты в лицах». И у нас сегодня в гостях начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Егор Копысов. Егор Владимирович, добрый день. Здравствуйте. В мэрии подвели итоги выбора площадок для реконструкции в рамках программы формирования комфортной городской среды на 2019 год. Были выбраны две общественные территории и пять тагильских дворов. У нас есть небольшой материал на эту тему. Давайте посмотрим и уже после этого продолжим нашу беседу с чувством, с толком и расстановкой. Пожалуйста. В Нижнем Тагиле благоустроят пять дворов и две общественные территории. Сегодня подвели итоги выбора площадок для реконструкции в рамках программы формирования комфортной городской среды. В этом году благоустроят парк семейного отдыха в Тосе-Пограничной на Руднике и сквер Пионерский на Вагонке. На первый объект необходимо чуть более 12 миллионов рублей. На второй – почти 84 миллиона. Также в этом году отремонтируют пять дворов. Три из них располагаются в центральной части города, один на Смычке и один на Выи. На двор на улице Визовская 37 выделят почти 10 миллионов рублей. На реконструкцию внутриквартальной территории по газетной 41 – 11 миллионов. На благоустройство целого квартала на улице Ленина, Мира, Карла Маркса, Октябрьской революции затратят порядка 43 миллионов рублей. Это будет самый большой двор, который реконструируют в этом году в Нижнем Тагиле. В него попадают 14 домов. Также в центре квартала находится пожарная часть, детский сад, медицинские центры, гаражный комплекс и офисные помещения. Это будет самый большой дворовый проект не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области. Квартал на улице Нижняя Черепанова объединяет территории семи домов. На их реконструкцию выделят почти 38 миллионов рублей. Порядка 20 миллионов израсходуют на двор на улице «Красных Зорь-1». Всего в мэрии зарегистрированы 32 заявки на благоустройство дворовых территорий. Средства в этом году – это 217 миллионов рублей. Практически половина – это две общественные территории, крупные объекты. Оставшие средства чуть больше 100 миллионов рублей – это пять дворовых территорий. Софинансирование в этом году выше. Это 5% по дворовым территориям – это жители. Должно быть решение общего собрания. Жители должны определиться и согласиться с вложением средств. Ну и общественная территория – это муниципалитет. Конечно, муниципальное образование также вкладывается в эти объекты. Сейчас специалистам «Тагилгражданпроекта» необходимо актуализировать проекты и сметы реконструкции объектов. Сметную документацию привести на 20% НДС, чтобы нужно было размещаться. И привести к текущим расценкам стоимости малых притектурных пор. Но это технически мы должны откорректировать. Стоимость этого не поменяется, потому что мы к этой же смертной стоимости заранее к этому подходили. И передаем службу заказчика для размещения. Конкурс на определение подрядчиков в службе заказчика городского хозяйства необходимо провести до конца апреля. После наступления тепла компания начнет благоустраивать дворы и парки. Отметим всего, в Министерство энергетики ЖКХ Свердловской области поступили заявки от 52 муниципалитетов. За счет средств областного и местного бюджетов в этом году благоустроят 69 дворов и 37 общественных территорий. На эти цели выделено 1 миллиард 865 миллионов рублей. Егор Владимирович, посмотрели мы сюжет. Выбраны для реконструкции две общественные территории. В Нижнем Тагиле они будут реконструированы в 2019 году. Это в два раза больше, чем в 2018. Все так и есть? Действительно, это так. Мы обратились с заявкой в областное министерство как раз с двумя территориями. Это у нас территория ТОС Пограничный и территория парка Пионерский, сквера Пионерский в Адзержинском районе. Обе общественные территории у нас прошли отбор и в 2019 году будут благоустроены. Это безусловно хороший результат. Но если говорить про тагильские дворы, пять дворов будут реконструированы в 2019 году, полностью обновлены. Сколько денег придет на их обновление? Областным бюджетом на 2019 год для благоустройства дворов у нас предусмотрено 122 миллиона рублей. А кто отбирал эти территории? Отбор проводили. Мы заявили, я напомню всем, заявили 32 дворовые территории, куда входило более 90 многоквартирных домов. Но, к сожалению, в области ограниченное количество средств и вообще всего 11 городов, которые получили субсидии на благоустройство дворовых территорий, в том числе, да, город Нижний Тагил, естественно, мы получили вторую сумму после города Екатеринбург. Думаю, что сопоставимо даже, ну, как если сопоставлять количество жителей, то мы в процентном отношении даже получили большее количество средств. Тем не менее, хотелось бы нам больше, да, получить. Получили мы на пять дворовых территорий. Это куда входят 28 многоквартирных домов. В общем-то, тоже не такая маленькая цифра. Значит, 122 миллиона. Общая сумма с учетом денег городских и, значит, денег собственников порядка 130 миллионов рублей. Вы сказали, кто все-таки отбирал? А, отбор проводилась. Это межвидетельственная комиссия при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. То есть в Екатеринбурге отбор был? Да, в Екатеринбурге проходил отбор. У них есть соответствующие критерии, протоколы данных отборов. Они опубликованы на сайте Министерства энергетики и ЖКХ. А вроде бы есть изменения условий участия для жителей многоквартирных домов. Каковы эти изменения в этой программе? Как участвовать? С этого года, действительно, уже в самом конце, когда мы уже практически уже и на заявки были направлены, значит, министерством было озвучено, что все дворовые территории собственники условия участия не менее 5%. То есть мы эту информацию доводили до жителей. Но это несколько выше, чем в прошлом году, но тем не менее 5% это не 100%, да? То есть, в принципе, 95% средств пойдут из бюджетов разных уровней, поэтому, в принципе, для жителей это выгодно. В принципе, конечно, эта сумма для жителей не столько накладная. То есть 95% все-таки финансируется из бюджетов и только 5% средств жителей. Да, но тогда стоит перейти к работам, которые будут проводиться в этих дворах. Что в итоге получат за свои 5% жители реконструированных дворов? Ну, по программе у нас, как и было в предыдущие годы, есть 6 обязательных, скажем так, видов работ, которые необходимо будет делать. Это покрытие, дороги, дорожки пешеходные, места парковок, это у нас лавки, урны, это освещение в обязательном порядке, озеленение. То есть в итоге жители получают обновленный двор, в котором комфортно, приятно проживать, насколько я понимаю? Да, конечно. Плюсом всегда размещается и игровое, и спортивное оборудование в каждом дворе. Это тоже входит в... Это учтено в проектах, которые на сегодняшний день разработаны. А проекты, они прям все разработаны, все вот этих 5 дворовых территорий, они все имеют проекты? Да, на сегодняшний день все проекты, они подготовлены, разрабатывал у нас МОКТОГИЛ Граждан проект, то есть проекты готовы. А жители видели эти проекты? Да, жители тех территорий, которые вот отобраны, они у нас все прошли обсуждения. Может быть, конечно, не все участвовали, и жители на ряде встреч, и был непосредственно я, были специалисты управления. Обсуждались некоторые проекты до трех раз, то есть жители вносили замечания, то есть изменения, так как житель проект снова презентовал, то есть смотрели, но до того момента, пока все замечания не были устранены и согласованы. А любой житель мог присутствовать, и вы сказали, что не все присутствовали, это пассивные жители или не всех пускали на эти совещания? Нет, безусловно, мы хотели бы видеть как можно больше жителей на этих встречах, но, к сожалению, у нас не все жители домов активно участвуют в этих мероприятиях. Ну, я думаю, что они потом активно будут участвовать в тот момент, когда будут реконструироваться и будут предлагать какие-то свои предложения, насколько я помню, в прошлом году так и было, но мы еще поговорим об этом, на эту тему. А когда мы узнаем подрядчиков, кто будет заниматься работами, ну и когда они, собственно, начнутся? Ну, у нас сегодня стоит задача, значит, определены контрольные точки, с 15 марта планируется размещение конкурсной документации. А, там еще тендер же. Да, то есть сначала у нас все, значит, работы проводятся через отбор подрядных организаций, значит, заказчиком будет выступать наша служба заказчика городского хозяйства, то есть денежные средства у нас предусмотрены для этого, и будут объявлены торги, и рассчитываем, что к 1 мая будет определена подрядная организация, и где-то в середине мая приступим к строительному монтажному работу. Игорь Владимирович, ну, вопрос, конечно, такой, 122 миллиона рублей придут. Мы понимаем, что конкурсные процедуры, это, там можно сэкономить. Гипотетически мы можем предполагать, что на сэкономленные деньги, может быть, какая-то еще дворовая территория попадет? Ну, я вам скажу, да, возможно, будет экономия, и экономия была и в прошлом году, хоть и небольшая. Значит, экономия будет по всей области, ну, какая-то определенная, то есть все муниципалитеты к этому сроку должны будут отыграть контракты. Значит, общую сэкономленную сумму министерство вновь планирует, значит, размещать, ну, как сказать, отбор заявок провести, и какие-то, может быть, территории общественные или дворовые могут еще дополнительно попасть в благоустройство. То есть, возможно, это не окончательный список, и возможно, еще там один, два, три, десять дворов могут попасть в реконструкцию. Десять не думаю, да, но один, может быть, попадет. Ну, разрешите помечтать. В прошлом году, кстати, Владислав Пинаев, насколько я помню, лично объезжал дворы, собирал совещания, контролировал работы, общался с жителями. Вот этот вот режим ручного управления, возможно, будет и в этом году? Ну, я думаю, это необходимое условие, то есть глава города, безусловно, эту программу от начала и до конца контролирует, активно участвует, то есть и на моменте отбора заявок, то есть под постоянным его контролем проходят все мероприятия в этой программе. То есть, я думаю, что, естественно, и когда уже будет и монтажные работы, он будет точно так же инспектировать. Ну, я вспоминаю, в 2018 году мы делали репортажи как раз вот с таких объездов, и люди, жители прямо подходили к главе города, и он тут же давал распоряжение. То есть, в этом смысле, насколько я понимаю, диалог всегда, то есть, городские власти открыты перед жителями и какие-то вопросы готовы вносить изменения в проекты даже. Ну, такие прецеденты у нас были в прошлом году. Конечно, это практика такая порочная, да. Не очень хорошо. Не хотелось бы, да, вносить изменения в проекты, стараются предусмотреть на этапе проектирования, но тем не менее, вот как раз те жители, которые и не участвовали у нас в обсуждении, да, вносят свои предложения уже по ходу производства работ. Ну, если эти предложения, скажем так, обоснованные, да, и разумные, то, конечно, мы идем навстречу и всегда эти, ну, как сказать, замечания учитываем. Ну, наверное, тут очень важно, чтобы не было увеличения сметы работы, потому что, ну, здесь уже очень серьезно за этим следить. Ну, я вам говорю, что если возможно, значит, провести работы, да, и они целесообразны, безусловно, это делается. Угу. Успеют ли завершиться работы в теплый период? Мы всегда же переживаем за это. У нас лето очень короткое и малоснежное. А, чтобы в зиму-то не уйти под снег, работу не выполнять? Ну, как уже сказал, сейчас наша задача своевременно проведение торгов, да, определение подрядной организации, далее они составляют план работы. То есть, если начнем в середине мая, то мы рассчитываем, что в теплый период до середины октября, начало ноября работы должны быть завершены. Естественно, будет это предусмотрено контрактом, и подрядная организация в первую очередь заинтересована будет в своевременном выполнении работ, поскольку за задержки или какие-то срывы работ предусмотрены штрафные санкции. Ну, я просто к чему, насколько я понимаю, что в области не только Нижний Тагилы и Екатеринбург получили средства на реконструкцию дворов, чтобы не было проблем и с подрядчиками, и со строительными материалами, чтобы вот работы шли и успеть до зимы все это сделать. Мы учитываем же, да, то есть, недостатки прошлых и ошибки прошлых лет, и уже вот сегодня уже проводим совещание, то есть, и с ресурсонабжающими организациями, да, и со службой заказчика городского хозяйства, чтобы вот те все недостатки, которые были в прошлом году, предусмотреть и в этом году уже их не совершать. Хорошо, будем надеяться на это. Я еще вспоминаю, что у жителей были нарекания на то, что вырубаются старые деревья, кто-то, для кого-то они важны как память, кто-то переживает за экологическую ситуацию в городе. Вот замена старым тополям, она же предусмотрена, насколько я понимаю? Да, замена старым тополям предусмотрена, и тополям мы, безусловно, будем убирать, поскольку деревья, они особенные, у них очень короткий срок роста, то есть, вообще, и они очень большие вырастают, их необходимо будет убирать. Здесь есть, значит, как говорится, определенные тонкости, конечно, сейчас задача поставлена, в первую очередь, сохранить максимальное количество зеленых насаждений, то есть, и в проектами это учтено, то есть, граждан проект, когда делал проекты, максимально старались сохранить, но у нас, как понимаете, мы не просто ремонтируем дворы, мы делаем реконструкцию, то есть, появляются новые парковочные места, появляются новые площадки, кое-где невозможно сохранить деревья, как бы этого не хотелось, то есть, поэтому я предлагаю жительно с пониманием отнестись, то есть, мы убираем старые деревья и сажаем на других местах уже новые, поэтому, но здесь только в обоснованных случаях сейчас будет производиться спиливание, и то, что мы видели, вот, ну, было много шума было, когда, допустим, спилывались деревья в прошлом году на верхней черепа, но яблони, вроде бы, хорошие, благородные деревья, но когда их спиливание производилось, мы видели, что они уже изнутри подгоняли достаточно серьезно. Ну, и мы ведь понимаем, что те дворы, которые реконструируются, дома там возводились в середине прошлого века, чаще всего, там, может быть, в 60-70-х годах, и понятно, что столько автомобилей не было, и сейчас просто, ну, в веление времени, количество парковочных мест надо увеличивать, практически в каждой квартире есть автомобиль, поэтому здесь нет. В любом случае, это, конечно, не должно быть ущерб зеленым насаждениям. Естественно. Их необходимо, значит, восстанавливать, значит, садить новые. Ну, я думаю, что, конечно, сейчас они выглядят немного пустовато, но через пять лет, я думаю, что там будет все другая ситуация. Хорошо. Ну, и реализация федерального проекта «Комфортная городская среда», безусловно, это хорошее начинание. И с какими сложностями сталкиваются городские власти, подрядчики, жители? Ну, жители, для жителей, в первую очередь, это, конечно, неудобство. Вы сами понимаете, то есть территория вся скрывается, пропадают проезды, проходы. Ну, ремонт он... Да, ремонт, это его надо пережить, поэтому мы всегда обращаемся к жителям, чтобы проявили терпение, да, но где-то стараются все-таки проводить какие-то минимальные там благоустройства, да, на мере от ремонта. Вот для жителей это, в первую очередь, с этим связано. Значит, подрядчики сталкиваются, понятное дело, с техническими проблемами. У нас есть сети старые, согласование, то есть большой там уже за это время накопился пучок коммуникаций, поэтому вот, ну, бывают задержки именно с этим. Ну, как мы уже говорили, да, и жители вносят коррективы в проекты здесь, и мы подключаемся, да, кто-то недоволен, одному нравится это, другому другое. То есть мы все-таки стараемся какой-то консенсус прийти и, значит, учесть все мнения и пожелания. Но, тем не менее, какими бы сложными проблемами ни были, они все у нас решаются. Ну, спасибо, что пришли и ответили на все наши вопросы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Егор Копысов. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Смотрите Тагил ТВ, ни в коем случае не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова